Здравствуйте, мои замечательные зрители! Сегодня гороскоп на неделю с 3 по 9 июня 2024 года для всех знаков Содиака. Овны. Понедельник и вторник Овнам сулит много активности. Вам придется отстаивать свои интересы. И иногда начнет казаться, что вы находитесь среди людей, которые вас не понимают. Но на самом деле эти люди хотят вам помочь. Постарайтесь без эмоций и негатива объяснить, что вы хотите. В вашу жизнь из прошлого придет человек, который раньше мог вас чем-то обидеть или как-то вам навредить. Поэтому будьте внимательны. Люди не меняются. И, возможно, в вашем случае становится даже жестче. Четверг – это хорошее время для Овнов для проведения любых сделок, оформления юридических документов. Если вы давно хотели получить визу или загранпаспорт, то именно в четверг их стоит оформлять. В пятницу надо отказаться от экстремальных видов спорта. Это очень травмоопасный день. На дорогах не лихачьте. И лучше откажитесь от личного транспорта, а добирайтесь на общественном, если у вас в этот день поездки. В субботу уделите больше внимания своей работе. Сейчас стоит пренебречь выходными, чтобы продуктивно поработать. А в воскресенье не стоит быть агрессивными по отношению к окружающим. Они не виноваты в том, что с утра вы проснулись в не очень хорошем настроении. Тельцы. В понедельник вы будете привлекать внимание вышестоящих людей. В этот день можно назначать любые важные переговоры, потому что благодаря своему обаянию и открытости вы сможете свернуть горы. Во вторник и в среду старайтесь не отдаляться от коллектива. Принимайте участие в любых дебатах. Вы именно тот человек, который может объединить людей вокруг себя. Постарайтесь не участвовать в интригах, а наоборот, лучше их пресекайте и объясните, что это не выход из ситуации. Во второй половине этой недели вы окажетесь в центре внимания других людей. И вам не нужно этого стесняться. Научитесь этим пользоваться и попросите у них всё, что вам нужно. Потому что такое расположение звёзд бывает очень редко. Если вы совершите ошибку, вы сможете её найти и быстро исправить. И не стоит этого бояться. В выходные можно отправляться за город, отдыхать на даче. И проводите время так, как вам хочется. Близнецы. У близнецов в понедельник энергия практически будет на нуле. Вы будете понимать, что от вас хотят что-то получить. Что все вокруг против вас. Сами вы будете настроены на то, что у вас вряд ли что-то получите. И вы не достигнете никакого результата. Постарайтесь в понедельник все споры решать только через компромисс. Вообще первую половину этой недели для вас всё-таки то время, когда нужно больше молчать. И слушать других людей. Постарайтесь мыслить позитивно. Потому что вам это поможет избавиться от негативных мыслей. В среду вы можете получить важный проект. И не стоит бояться этой ответственности. Вам это поможет наладить и улучшить вашу деловую репутацию. Удача вам сопутствует. А в четверг придётся во всех делах проявлять больше творчества. Постарайтесь подстраиваться под обстоятельства. И не упустите свой шанс. Это принесёт вам перспективные проекты в профессиональной сфере. А в выходные можно отправляться вместе с друзьями и знакомыми на концерт или в театр. Постарайтесь сделать всё, чтобы не сидеть дома в одиночестве и не скучать. Раки. В понедельник и во вторник старайтесь посетить все важные государственные органы. Потому что в эти дни можете сделать гораздо больше, чем в другие. И при этом очень хорошо проверяйте правильность оформления документов. Вы можете совершить ошибку, которую потом придётся исправлять. В среду вы можете столкнуться с серьёзным прессингом со стороны коллектива и вышестоящих людей. От вас будут требовать немедленного выполнения работы. Постарайтесь к этому дню сделать все важные дела, чтобы потом вас ничего не отвлекало. Сами постарайтесь на этой неделе не срывать своё зло на окружающих, не конфликтовать, не ссориться. Не стоит во второй половине недели вам также ехать в незапланированное путешествие. Постарайтесь соблюдать закон и старайтесь не нарваться на штраф. Также в выходные вам не стоит посещать массовые мероприятия. Львы. В понедельник вам можно посетить курсы повышения квалификации, либо пройти обучающие курсы, которые помогут вам в дальнейшем развиваться. В начале этой недели вы будете открыты к новым знакомствам, встанете легки на подъём, начнёте помогать всем, кто вас об этом просит. Постарайтесь все важные деловые встречи назначать на вторник и среду. Вы сможете найти общий язык абсолютно с любым человеком, даже с теми, с кем раньше у вас был конфликт. Во второй половине этой недели будьте благородны по отношению к коллегам. Помогите им в любой возникшей ситуации. Им сейчас нужна очень ваша поддержка. В субботу будьте внимательны к своим вещам. Не оставляйте их в людных местах без присмотра. Их у вас могут украсть. В выходные постарайтесь сделать передышку в работе. И не стоит сейчас гнаться за повышением и подстраивать под это свою жизнь. Потому что вы и так достаточно быстро развиваетесь, чтобы быть достойными самого лучшего. Девы. В начале этой недели вы будете очень агрессивны и чрезмерно самолюбивы. И даже эгоистичны, что вы не будете замечать, что люди начинают потихонечку от вас отстраняться. Из-за этого вы рискуете совершить много ошибок, которые поставят вашу деловую репутацию под угрозу. Вы можете потерять единомышленников и коллег. Постарайтесь во вторник и в среду больше слушать свою интуицию. А чтобы перестать срываться на людях, займитесь медитацией. В четверг вы познакомитесь с интересными людьми, с которыми сможете сблизиться. Вы сможете понять, как решить волнующие вас вопросы. А также благодаря этим людям вы расширите свой кругозор и получите большой заряд энергии. Возможно, вы получите от них приглашение на выходные, от которого не стоит вам отказываться. Весы. Сложные эмоции весы получат в понедельник и во вторник от людей, которые придут в вашу жизнь. Они принесут в вашу жизнь хаос и разруху. Вы потом будете в себя собирать по кусочкам. Чтобы этого избежать, постарайтесь в эти дни отстраниться от других людей. Вам лучше побыть отшельником. Благодаря вашей порядочности и трудолюбии, ваша работа будет оценена на этой неделе по достоинству. И вы сможете получить новый проект. Во вторник и в пятницу можно ходить на собеседование или подождать кадровых изменений на своей текущей работе. Потому что в пятницу и в субботу вам не стоит отделяться от коллектива. Проводите больше времени с коллегами. Занимайтесь общим проектом. Принимайте помощь и помогайте сами. В выходные вам лучше немного поработать. А отгулы лучше взять на следующей неделе. Скорпионы. В понедельник вы станете жилеткой для коллег по работе. Постарайтесь их выслушать, дать советы. Не стоит сейчас пренебрегать ими. Если вы проявите душевную активность, то новые дела, которые вы начнете во вторник и в среду, будете делать не в одиночку, а вместе с коллегами и со своей командой, которые готовы вас во всем поддержать. Постарайтесь на этой неделе не разбрасываться словами. И не будьте слишком холодны в эмоциональном плане. Если вы увидите, что у вас что-то не получается, то лучше сделайте шаг назад. Главное, не скандальте и не конфликтуйте. В четверг и в пятницу подводите итоги. И не забудьте, что вам нужно расслабиться. Да и людям вокруг вас тоже. Вам можно отправляться в совместное путешествие, либо устроить корпоратив. И лучше всего это сделать в другом городе или на природе. Стрельцы. Если вы давно усердно трудитесь, в понедельник или в среду вы наконец-то получите продвижение по работе, либо начальство наконец-то вам предложит ту должность, которую вы давно ждете. Вообще, эта неделя создана для того, чтобы исполнять все ваши желания. Поэтому принимайте решение и действуйте, опираясь только на свою интуицию и здравый смысл. Будьте уверены, у вас все получится. Во вторник и со вторника на среду вам может присниться сон, который поможет принять вам правильное решение. А благодаря новым знакомым, которые у вас могут случиться в среду или в четверг, через несколько месяцев вы получите предложение по работе. Сейчас вам остается просто поддерживать дружеские контакты. В пятницу нужно оглядываться по сторонам, никуда не торопиться и в любые места выходить заранее. А в выходные все, кого вы знаете, начнут требовать от вас внимания. А самое лучшее, что вы можете сделать, это уехать из города и в одиночестве побыть и наслаждаться тишиной. Постарайтесь уделить больше внимания своей семье, а не друзьям. Козероги. Жизненная энергия на этой неделе у козерогов будет убывать. И чтобы ее восполнить, вам нужно уделять внимание себе, своему отдыху. Можно заняться спортом. В понедельник не стоит браться за работу, которую вы не можете сделать точно в срок. Потому что вы из тех людей, кто держит свои обещания. И из-за этого вы можете работать день и ночь. И это может привести к депрессивному настроению. А во вторник и в среду больше внимания уделите тому, что вы едите. Откажитесь от вредной пищи, алкоголя. Следите за собой. Это хорошие дни для занятий спортом. В четверг вы будете очень невнимательны и рассеянны. Можете допустить много ошибок в каких-то юридических документах. Вообще лучше на эти дни встречи не назначайте. А перенесите их на следующую неделю. А сейчас уделите время тому, над чем вы работаете. В субботу ваши знакомые будут предлагать вам новую работу. Эти предложения, вот эти разговоры вам надо принять во внимание. Но вот это решение пока не принимайте. В выходные постарайтесь контролировать каждое свое слово. Потому что вы невзначай можете обидеть человека. На воскресенье не планируйте никаких дел. Потому что все равно у вас ничего не получится. Ваши планы сорвутся по независимым от вас обстоятельствам. Водолеи. Слишком много энергии придется тратить на налаживание рабочих контактов. Не соглашайтесь на работу, в которой вы ничего не понимаете. А пойти учиться сейчас самое лучшее, что вы можете сделать. В понедельник и во вторник вы будете находиться на очень высоком уровне работоспособности. Вы будете выполнять все задания ответственно. И подходить ко всему с умом. Будьте готовы, что в среду вам придется попасть в какую-то неожиданную для себя ситуацию. Вы будете действовать без подготовки. Но благодаря своему уму, сообразительности и творческому подходу вы сможете минимизировать урон. А в четверг вы будете настолько хорошо все делать, что сможете выполнить абсолютно любую задачу не только за себя, но и за коллег. Но не стоит этим кичиться, потому что вы можете в связи с этим обрести не друга, а врага. Конец этой недели очень щедр на знакомство. Вы можете познакомиться с человеком, с которым организуйте в будущем свое дело. Вообще, это неделя щедра на подарки от Вселенной. В эти выходные не нужно принимать решения единолично. Постарайтесь узнать у своих друзей и знакомых их мнение по вашему вопросу. Так вы сможете избежать каких-то ошибок или неправильных решений. Рыбы. Отправляйтесь в поездку или в командировку в понедельник или во вторник. Главное правило сейчас не нужно вам спешить. Пользуйтесь разными возможностями, которые предоставляет вам жизнь. Также не стоит сейчас быть чересчур бережливыми. Вещи, конечно, ценить нужно, но не нужно вот их так превозносить и трястись над ними. В середине этой недели вы поймете, кто ваш друг, а кто враг. Постарайтесь отпустить ненужных людей. Особенно отделитесь от тех, кто вас как-то принижает, обижает. А в четверг можно заняться обустройством своего рабочего места. У вас много дел, но работать в красивом месте для вас – это необходимость. Со всеми текущими задачами вы сможете справиться самостоятельно. Относитесь ко всему со всей соответственностью. Ваши труды не останутся незамеченными. Руководство отметит вас повышением, либо отгулом, либо новой должностью. На эти выходные вам можно планировать поездку за город или к морю. Слушайте подсказки вселенной и старайтесь больше расслабляться. Можно принять ванну, сходить в бассейн, на пляж или в спа. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok